В Химках скоро появится новый заповедник на территории вблизи Олимпийского учебно-спортивного центра Планерное. Сделать здесь охраняемый зеленый уголок – инициатива областного правительства. Прибрежную зону благоустроят и присвоят этому месту особый статус. Почти трем сотням гектаров с неповторимой флорой и фауной нужна защита экологов. Здесь множество редких видов животных, птиц и растений. Одним из таких знаковых растений является польчатокоренник балтийский или длиннолистный, занесенный в Красную книгу России и в Красную книгу Московской области. Он цветет в первой половине лета, поэтому могу тут показать только фотографию. Среди тех, кто занесен в Красную книгу, также слизень черно-синий, жужжало-мало, обыкновенный уш, кедровка и даже белоспинный дятел. Особый статус местности поможет их сохранить. Забота об экологии – одна из ключевых задач во всем Подмосковье. Сейчас в регионе 250 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью 200 тысяч гектар. Это 4% от общей территории области. То, к чему мы стремимся, это 20% территории. То есть мы хотим кратно увеличить количество ООПТ в Московской области. Мы считаем это важным. И мы считаем, что ООПТ – это не только перечень запретов, чего нельзя. Ходить, костры разжигать и так далее, и так далее, и так далее – необязательно. ООПТ – это тот режим особой охраны, в котором можно сочетать возможности использования с минимизацией рисков для естественной природной среды. Нельзя разводить костры, зато можно гулять и кататься на лошадях. Руководство спортивного центра «Планерное» считает, статус заповедника привлечет на территорию больше людей, которым интересен экотуризм. Во-первых, развитая инфраструктура рядом с особо охраняемой территорией, которая позволит тем людям, которые познакомятся с этой особо охраняемой территорией, заняться экотуризмом. Они могут на «Планер» найти всю инфраструктуру для того, чтобы потом, после того, как пешие или конные прогулки совершат по этой территории, или пешие прогулки совершат по этой территории, они могут прийти сюда и заняться здоровым образом жизни. Сейчас в Московской области открывают четыре заповедника. Еще пять планируют обустроить до конца этого года.